так продолжаем помогли бабе она со своей стороны сама смогла замочить чувака без нашей помощи боевая женщина оказалось отлично менты золотами чтобы было на всякий случай опять ходим как черепашка танчик там стоит балдеет след на патроны кстати у них пистолет такой же как у меня минимум неплохо ну и тут подогнали мотоциклы ну чтобы вам пешком нить и свободе собрал ну что скажете я прошел смысле ну вы же меня типа проверяете везде него ты спрашивай как я прошел да ну какие уж там у нас проверки сам видишь мы так гребем к себе всех подряд да ты прошел но я сам не на никого на шутке не был кулику поехали почему бы и нет я стараюсь не афишировать а то ведь в первый год народ так и стремился укокошить всех кто раньше носил форму в армии я был в десятом горном отслужил полный срок в афганистане ну а вы где военного всегда можно узнать по выправке ни у кого из ваших бойцов ее нет только у вас говори уже зоркий глаз я служил в ввс 10 лет в составе ясака варегоне же нет ракетных шахт я был в отпуске представь себе повезло пока связь не пропала я каждый час получил донесение со всей страны думаешь нам тут сильно досталось восток от миссисипи фрики разнеслись за два дня информация бывал в этих местах я жил чуть к северу отсюда городок фэрвелл знаете нет захолустья в ожидании конца света ну да тип того значит ты здесь бывал до бывал чуть они делают несколько лет назад мост из жалей сюда с женой в медовый месяц в общем фото есть жены твои мою звали к и 12 лет прожили в общем давно это все было он слишком осторожничает на самом деле знаю насколько это правильно это значит вход воспрещен они не не это нас не касается потому что мы не умеем потому что нам плевать на закон колючую проволоку взял он конечно есть промежутки где эта штука все равно еще не он ровно взял делать свою даму соучастницы это как-то не камильфоу что ну это по французу опять купилась извини пожалуйста господи вы видела сейчас свое лицо смешно наверное да будь у меня мобильник я бы тебя сфоткал в кои-то веке я рада что его у тебя нет ну ладно не начинай опять а я то что сам об этом заговорил а ты продолжила красота ночью на лес и ни одного комара так куда мы идем иди по тропе это недалеко правда но шоу текстура видела бы мама как я гуляю неизвестно где среди ночи в компании мутного байкера вот чтобы она не сказала не знаю может там холодно надеть свитер ничего бы она не сказала вроде не хотела им про меня говорить да ладно тебе это было давно а ты мне до сих пор вспоминаешь нет нет я же тебе ничего не предъявляю я вот своему старику тоже не сказал это потому что твой отец умер ну да и это тоже вот давай гораздо интереснее сказал ли ты своим ребятам что встречаешься с правильной девочкой и светло они с телка из того стрип клуба в котором вы живете так так секундочку во первых мы не живем стрип клубе то есть у нас там пожизненное членство это правда но мы там не живем а во вторых я сказал им да представь себе ты что правда ну да на даче отчего ты удивляешься твоя ученая степень всех очень заводит тоже все руки набиты я в курсе все серьезно пошли назад мне правда завтра рано вставать да и как там на работе ты же мне ничего не рассказываешь да просто этот проект к нам должны прилететь менеджеры из нью-йорка будут нас курировать а еще у нас строят новую лабораторию но даже не объяснили мне для чего она и план не показывают а я-то думал ты не хочешь об этом говорить извини просто да ладно это ерунда и вообще спасибо что помог мне отлично да нет проблем стоп 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 это та самая конопляная ферма ее ты хотел мне показать чего вода смотри-ка и правда доням получается ты приволок меня посреди ночи не пойми куда чтобы показать вот эти ваши грядки незаконные ну да раскусила надеялся ты посмотришь дашь нам пару советов ну по выращиванию и свои знания в полезное русло а я поняла ты на самом деле не это хотел мне показать нет конечно иди по тропе мы уже почти на месте опять ты меня подловил жизнь меня ничему не учит вообще обалдеть посмотри красиво в лунном свете мы уже почти пришли а вот что было бы если бы повсюду погасли огни все разом и люди смогли бы увидеть мир вот таким как есть в каком смысле мрачным тусклым и гнетущим я про луну про дикие цветы и про светлячков а ясно ты опять прикалываешься ты ничего не воспринимаешь серьезно я всегда совершенно серьезен правда не так все было я сделал вид что не расслышал это большая разница слушай ты же ученый давай вести себя рационально во-первых я просто предложила подумать насчет того чтобы жить вместе мы бы чаще виделись и вообще это логичный шаг что тут нерационального у тебя дома моя зубная щетка слушай нам правда надо это обсудить мы обязательно обсудим но просто подожди секунду я хочу тебе кое-что показать видишь вот зачем я тебя сюда позвал водопад вода тебе нравится конечно да я тут тебя спросить хотел опа ты согласна на двух условиях говори во первых никакой байкерской свадьбы где-то клянешься залезать на меня также часто как на свой вот как я могу такое обещать обещай что никогда меня не останешься идет неужели ты мне клубный перстень на палец на него что он взял и надел какой милый клыкастенький такой крызет свою цепочку символ истины любви это собачий череп а что здесь написано кто из нас тут учил латынь ну что ну это морюр инвиктус смерть прежде поражения мне это нравится но ты ведь потом настоящее кольцо подаришь то есть это конечно красиво это ведь запросто мой перстень ну да его надо будет вернуть что-то попроще можно без кулков нет ничего я приеду все нормально просят приехать сейчас приехать вот прямо сейчас среди ночи очень надо с меня причитается ладно ладно идем какой арбалет ну ты серьезно а я уже почти наверное группа шум или хотя бы на середине и пропалетные болты делать мою жену звали бет и фотки не осталось идем непонятно почему он говорит правда а типа а тут рациональная вещь есть но я не совсем понимаю насколько она рациональна что это типичный случай не понял вы о чем понятно и почему типичный раньше все пользовались смартфонами там хранились все фотографии как телефоны накрылись и облако накрылось все снимки пропали да я как-то об этом не задумывался у моей жены керри отец был фотограф старой школы лаборатория раствор и все дела не хотел принимать цифровую эпоху если бы не он и у меня бы снимков не было я их терпеть не мог смысле мобильники все ходили уткнувшись в них носом и ничего не видели перед собой у меня мобила не было интересно и как-то обходился у меня была своя мастерская а в ней последний стационарный телефон фирмале наверное но а этой хвагер ни хера себе тогда тут поди еще круче можно сделать пайк стык подумать где интересно самые жесткие эти запчасти будет вы смотрю серьезно подошли к делу полковник считает что мотивация дисциплина это ключ к успеху давай ноги переставляй быстрее я просто не могу топай вот такая мотивация да на юге острова трудовой лагерь для тех кто не годен к службе некоторых требуется стимулировать надо но не без этого и естественно за мной есть о поднимись вон туда удачи сэнджон что и ты попался здорово снова встретились сэнджон да сын проповедника какой нахрен проповедник чё ты заладил да шучу я чувак бабу ты нашел что у бабу ту про которую тогда спрашивал нет снимаем по кружки часы и все такое кладите сюда ладно чё спорить буду сейчас разбежался новобранцам вещей не положено тем более их все равно сопрут давай выкладывай запрет конечно нашел лохов смирно ой ну как без этого башбеки вьетнамские бойцы вольно мы не рады случайным людям вы приняты по приглашению завербованы моими соратниками когда будете отвечать первым делом представьтесь начиная с фамилии ну но это так затесалась имя это кристалл сколько человек ты убила да или после отвечает на вопрос пошел ты все мы здесь совершали вещи постыдны чтобы выжить уцелеть всевышний это понимает всевышний прощай но у этой женщины на лице лежат печати сатаны тюремные татуировки свидетельство того кем ты была и кем осталась паук именно такие как она своими подлыми деяниями навлекли на все человечество праведный гнев господа я не сидел в тюрьме никого не убивал ничего такого ты долго пробыл водище ну я я умею умею стрелять меня папа в детстве брал на охоту рядом с кломат фоллс мы там ну а ты сынок стрелять умеешь сэн-джон дико да я умею стрелять на мат как вижу покажи правую руку 10 горный ирок афганистан служил с честью только не время я пойму один срок служил с честью и ненавидел каждую минуту молодец подними правую руку клянешься ли ты поддерживать и защищать новую конституцию новых соединенных штатов от всех врагов естественных и противоестественных всеми силами помогать своим товарищем и беспрекословно выполнять все приказы боец клянешься ли ты клянусь пойдем сына капитан гоури теперь не часто приводит рекрутов видимо его впечатлили твои навыки я много времени провел водища с фриками обходиться умеешь да сэр я знаю столько же сколько все сэр славна славна заходи пусть док тебя осмотрит пульс хороший сердце сильное тут нехилый ожог как это вышло на этот оладий жарил кто перевязывается нас там аль неплохо спасибо рука нужна повязку не снимай усек амига да да я понял через пару дней пусть зайдет на осмотр ладно но док службе годин лоруен задачку поручить можно нет я тена новее он уже занят я понял к ведьме пойдет мой кондиоз удача мига идем сынок ведьма я не терплю нарушение субординации когда офицера называют ведьмой но в редких случаях для таких эксцентричных натур делаю исключение газа я делаю исключение потому что всем кто еще жив уготована своя роль ты веришь я на эту тему не задумывался самое время задуматься мы часть его замысла все мы и моя роль и типа бушват у него такой без нашивок но в них смысла нет это место мне было видение не такое конечно как описано в ветхом завете никаких огненных колесниц или горящих кустов просто я проснулся однажды утром до того как на мир обрушилась божья кара и понял это то самое место крейтер лейк уизард айланд я называю его ковчегом тебе знакомо предание да то есть да сэр ну про него же все слышали все ли ты удивишься как мало людей читали библию или книгу откровения вы имеете ввиду книгу бытия проноя было в книге бытия сэр да конечно надо привести тебя в соответствующие скажете религиозный фанатик нормальной формы у нас конечно нет как это не печально сейчас что-нибудь о вот ну-ка примерь вроде как раз а это если не возражаете это подарок от старого друга старого друга друзья теперь мало у кого оставить уж точно ладно боец но только спрячь и не носи ты теперь из наших вообще-то новобранцы у нас начинают службу рядовыми но раз капитан коври отрекомендовал тебя как человека опытного мы тебя повышаем сразу до капрала спасибо тебе сынок спасибо сэр ну подыщем тебе работу пиздец вы счастье как обрал ковчег то что ты сейчас видишь лишь малая часть его у нас за спиной целая сеть пещеры тоннелей которые тянутся до самой вершины когда мы закончим они будут заполнены тысячами семян растений компьютерных файлов и книг даже если мир умрет наши достижения в медицине науки и технологии не умрут вместе с нет но этот остров не просто ковчег капрал это твердыня это крепость здесь у северных ворот мы складируем боеприпасы чтобы начать наступление на фриков у нас есть винтовки гранаты пулеметы гранатометы есть оборудование чтобы делать боеприпасы всех типов и всех калибров неплохо это инженерно-механическая часть если тебе нужно починить мотоцикл обратись к дежурному и как видишь за счет того что осталось от национальной гвардии мы строим свой парк грузовиков и других машин после того как мы расчистим магистрали мы начнем заново отстраивать дороги и мосты ваша выжигательная стратегия работает против фриков и шакалов но на шоссе она вам не поможет не остановит орды сэр мы в курсе капрал орды да орды это проблема совершенно иного уровня но у нас есть замысел замысел он сказал бенджамин франклин проваливая подготовку вы готовитесь к провалу мы не допустим провала костяк армии живет смесь у ворот и они готовы выступить по моему приказу эти палатки вместили сотни мужчин и женщин таких как ты тех кто клянется посвятить свою жизнь борьбе но тебе я хочу дать особое поручение чтобы выполнить его нужно нечто большее нежели умение выживать и пользоваться оружием ты готов сынок да сэр сделаю что прикажете ты спрашивал как мы победим орду я тебе покажу вот это почести здрасте полковник и я извиняюсь многовато ацетона бухнул лейтенанту и вверх инженер химик его задачу разрывать все на делать оружие ну да типа того и уйвер джеймс сэнд джон дико армейская хрень у нас для показухи правда же капрал сэнд джон под командованием коври если вам что-то на водище обращайтесь к нему еще как нужно сейчас дам ему список над чем работаете над загустителями смеси нафтеновый и пальмитиновый кислот вы делаете напалм да да чувак рубит в химии да просто догадался я не мешаю да не а полковник уже почти получилось почти хорошо очень хорошо куда вы дальше к ведьме нашей вы свободны таблет часа ведьма еще раз прошу прощения за эксцентричность некоторых моих офицеров не стоится осталось зайти еще в одно место я верю в проект лейтенанта уивера но то что ты сейчас увидишь может стать нашим ключом к победе вот все что было указано заявки это кондиционер для белья нет моим много прочитай пошел вон пошел вон типа она ведьма ну что мне делать самой что ли за сырьем ходить вопрос решен лейтенант уитокер это капрал сэнд джон он из подразделения каури сумеет достать вам что прихожете прочитай прочитай ты как читать ты умеешь очистки сучались клиенты хлороформ матер пенеол бензиловый спирт пойдет когда он может начать но доходь сейчас не буду вас отвлекать оставь нас сара стать смирно я нашел тебя нет ты погиб ты погиб ты не можешь быть жив могу все хорошо Стой, стой, подожди, я, я не понимаю, я не смогу сказать. Ты не выжила, я... Нет, они прорвались, и нам пришлось уйти на юг. Да, Нерва, нет, я нашел у Брайана и нашел путь через гору. Я думал, что больше тебя не увижу. Бля, это так мило. Нет, нет, я не могу, не могу. Послушай, мы можем уехать прямо сейчас, куда захотим, без оглядки, давай. Нет, нет, Дикон, я не могу. Нужно делать дело. Тебя силой здесь держат? Нет, ты не понимаешь. Война же идет. Разве не видишь, и мы можем в ней победить? Я не воевать сюда пришел. Здесь я нужна. Я могу принести пользу, я же... Не могу так уехать, мое место здесь. И ты можешь остаться здесь, со мной, помочь мне. Ну? А потом... Все, что скажешь, мы поедем, куда ты захочешь. Полковник вызывает. Слушаюсь, мэм. Одну минуту. Возьмите список. Спасибо, боец. Ну, не могло быть все так просто. Ой, как не могло. Еще и тут качаться. Да еб, пора за ты. Ну? Это было очевидно, что она будет жива. Лекстура какая-то. Наклейка на байк. Ну, у нас будет этот самый зародыш. А, в принципе, на этом можно закончить пока что. Сан-Джон вызывает лейтенанта Уивера. Сан-Джон вызывает штаб. Уивер на связи. Что тебе нужно, капрал? В заявке указана ртуть. Есть идеи, где ее можно достать? Да, конечно. Надо было там же тебе и написать. Ее добывает из Киновари. Отряд Коури обнаружил шахту к северу от Даймонд Лейк. Поезжай туда и на месте выходи на связь. Есть, сэр. И строго между нами. Если полковник не слышит, давай без вот этого вот. Есть, сэр, нет, сэр. Я не старик. Хэй, ты. Я тебя тут раньше не видал. Я Джейкоб Дианжело. Все зовут меня просто. О, Томссон. Это ты тут, значит? ПП Шаллен. Точно, дружище. Нужны пушки? У меня есть. Если у меня нет, значит их вообще нет, понимаешь? Ага, буду иметь в виду. Ну, эм, не совсем понимаю, зачем вот это. Типа, ствол, ну тут 10 магазин, урон большой. Ну, хоть и фарда не поможет. Да ну тебе! В любом случае, он пошел в жопу. Короче, все, давайте, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok